Самые масштабные и беспрецедентные выборы остались далеко позади. Народные избранники вступили в свои должности и уже работают на благо жителей округа. А это значит, настало время подвести итоги работы тех, кто организовал эти выборы. Члены избирательных комиссий, представители власти и те, кто был причастен к проведению выборов в 2014, собрались в культурно-деловом центре Арктика, чтобы отметить лучших и наметить планы на межвыборный период. 14 сентября для избирательных комиссий действительно выдалось непростым. Жители округа выбирали губернатора, новый состав депутатов НАО, городского совета города Наринмар и Заполярного района, главбу Горинок, Коткина и Амдермы, депутатов муниципального образования, Колгоевский сельсовет. Было трудно то, что все-таки самые активные действия, они выпадают именно на летние месяцы. Так как регион у нас северный, летом хотят все отдохнуть, съездить, поэтому вот такая нагрузка, она также еще была связана именно со спецификой проведения выборов именно в летние месяцы. Георгий Попов также отметил, летнее время сказалось и на избирательной явке. Впрочем, специалисты отмечают, в целом она была хорошая, более 40%. На досрочном голосовании свой выбор сделали более 450 оленеводов. Никаких нарушений избирательной комиссии не зафиксировали. В целом, выборы прошли в достаточно спокойной обстановке. Каких-либо судебных разбирательств не было, за исключением отдельных случаев, связанных с обжалованием отказа в регистрации. По итогам выборов губернатора собрания депутатов, депутатов совета района, депутатов горсовета, никто в итоге не обжаловал. Также на встречу были подведены итоги конкурса «Лучшая участковая избирательная комиссия». По итогам первое место заняла комиссия номер 50, второе – участковая комиссия номер 38. Почетного третьего места удостоилась комиссия номер 10. Не остались без внимания и средства массовой информации. В конкурсе за лучшее освещение избирательной кампании Нинецкая ТРК заняла третье место. Газеты Нарьяна Виндер и ГТРК «Поморье» первое и второе места соответственно.